Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая, между прочим, на прошлой неделе была в разговорах о важном, и в которой я хочу сказать немножко, немножко авторского мнения. У нас тут праздник. Это первый полет Гагарина, первый полет Гагарина, первый полет человека в принципе в космос, который также был на прошлой неделе. Юрий Алексеевич Гагарин, который полетел в космос, и по сути в этом плане он доказал научно-техническое превосходство Советского Союза над этим жалким коллективным Западом. И сегодня мы об этом поговорим. Это сегодня очень важный ролик формата ЕГЭ по истории. Во-первых, мы сегодня поговорим о космической программе формата ЕГЭ по истории, а во-вторых, я дам буквально немножко щепотку своего личного авторского мнения на этот счет, который может быть вам понравится, который может быть вам не понравится, мне это не так важно, потому что моя задача это вас социализировать, а правда это соль. Правда не должна никому нравиться, правда не должна быть красивой или приятной. Правда, она есть правда, ее задача быть таковой. Поэтому поговорим сегодня об этих двух вещах. Ставьте лайки, друзья, прямо сейчас, потому что это не просто полезный контент формата ЕГЭ, а до ЕГЭ осталось, между прочим, два месяца, но и авторское мнение топ-репетитора. Погнали! Итак, для начала космическая программа в Советском Союзе. Сразу говорю, это вопросы формата ЕГЭ. Это реально вопросы, это прям целый блок, это и марки, это и культура, это и текста формата ЕГЭ, между прочим, которые мы вам можем уверенно кидать в нашем Телеграм-канале. Вот, пожалуйста, подпишитесь на Телеграм-канал, и там мы можем кучу накидать в разных приколюх по космической программе. Ибо тема очень любима, и это, конечно же, часть, так сказать, идеологическо-патриотического воспитания о том, что мы первые в космосе, эти пиндосы опять ничего не смогли сделать, но мы всем показали. А Маск, Илон Маск, это просто везунчик. Давайте перейдем конкретно к формату ЕГЭ. Тут в чем прикол. Вообще, вот если мы говорим о космосе как таковом, вот космическая программа, великий, чудесный, а на самом деле страшный космос, внимание, это начало 20 века. И такая интересная фамилия, как Циолковский. Циолковский, который считается, без шуток, основателем ракетостроения. Понятное дело, что как бы ракет-то он особо-то и не построил, и человека в космос он не запустил. Но очень важно, что он первый, кто пробил эту линию и как бы допустил в расчетах, в теории, что человек может войти в космическое пространство. То есть Циолковский эту всю как бы тему он выложил на бумаге, обосновал, расписал и допустил, что очень важно. Поэтому Циолковский, это у нас вообще скала, и он на ЕГЭ спрашивается в заданиях золотых ученых России. И есть такая формулировка, что это, по сути, основоположник российского ракетостроения. С ним связаны и марки, и его портрет вообще тоже в идеале нужно знать на ЕГЭ. Потом как бы все. Потом ракетостроение у нас уходит на второй план, потому что эта технология тяжелая, непонятная, и она, между прочим, очень требовательная. Поэтому в 20-е годы, давайте даже скажем так, в 10-е, 20-е, 30-е годы, и даже в 40-е, мы проходим на ЕГЭ в принципе программу самолетостроения. Это Чкалов, первый беспосадочный перелет, по сути, ну Азия, Америка, давайте скажем так, да. Это у нас величайшие разработчики самолетов, Лавочкин, Ильюшин, Микоян Гуревич, Туполев. Мы всех их проходим, и как бы космическую программу мы забываем. Но! 40-е, рубеж 40-х, 50-х годов. Где возникает вопрос? Окей, у нас есть ядерное оружие. Напоминаю, что в конце 40-х усилиями Курчатова, а также Лаврентия Берий, он куратор Курчатов-ученый, разрабатывается ядерное оружие. Но в силу того, что оно как бы у нас просто есть, а этого мало, возникает вопрос доставки этого вооружения. А в силу того, что Америка находится далеко, за океаном, и подобраться к ней не всегда легко и возможно, начинается активная проработка вопроса доставки этого ядерного заряда до нашего потенциального противника. И вот тут-то начинается разработка ракетостроения. На ЕГЭ, между прочим, и у Мединского, и у Артасова, прям пометьте себе, есть четкая причина-следственная связь, что ядерная программа работала, по сути, в связке с программой космической. И обе эти как бы школы, да, школы ядерного вооружения, космическая школа, они были обе заинтересованы в развитии ракетостроения. У них, понятное дело, были разные цели, разные задачи. Одни типа за мирное развитие науки, другие за военщину, но и те, и те, как бы бустили развитие ракетной программы. Это прям вот формулировка ЕГЭшная, которая мне выпала до сроки год назад. И вот тут-то мы переходим к конкретике. На самом деле конкретики ракетной космической программы на ЕГЭ не так уж много, но давайте о них поговорим. Первая ключевая фамилия — это Королев. Сразу говорю, Королев — это базис, это фундамент, это главная фамилия всей космической программы Советского Союза. Я вот, положа руку на сердце, не встречал ни одного другого ученого, именно ученого в космической программе, но Королева встречал регулярно. Это, по сути, отец нашей космической программы, это главный там и инженер, и вдохновитель, и конструктор, и все-все-все. К счастью, на ЕГЭ нет таких придирок, что мы там прям должны досконально знать должности и там, где они работали и что делали. Но Королева нужно запомнить прям вот вообще, это главная личность. Я очень часто рекомендую документалку Королев против фон Брауна. У америкосов был такой немец, фон Браун, фашист, кстати говоря, который качал программу НАСА в Америке. Думайте, чат, думайте. Фашист качал программу НАСА. Откуда растут ноги. А дальше у нас идет просто пул имен и их достижений. Тут прям вот просто проходимся по фактам формата ЕГЭ. Тут, как бы, сразу говорю, нет каких-то супертонкостей, прям проговариваем. Первый полет как бы живого организма в космос, самый распиаренный, это Белка и Стрелка. Но тут есть одна важная подловка. 1957 год. Вот мы, Советский Союз, первые даже в том, что запустили космический объект, который назывался спутник. И вот, пожалуйста, его изображение. Фитиха, 1957 год, дата формата ЕГЭ, запуск спутника в космос. Мы опять первые, мы большие молодцы. Все, запад, лежать. Дальше, следующий факт, это Белка и Стрелка. Две собаки, запущенные в космос. Тут, на самом деле, не буду иронизировать. Космосу было очень много вопросов. А выживет ли там человек? А что будет с состоянием его давления? Ну, типа, там же будет взлет, безумнейшее давление. А невесомость, это как? То есть вопросов было очень много. Потому что одно дело, все расписано на бумаге. И на бумаге это все красиво выглядит, аккуратненько. Формулы посчитанные, бла-бла-бла. А вот как оно будет там? И по этой причине решили вначале запустить собак. Чтобы, смотря на их физиологические показатели, сердцебиение, состояние мозга, состояние кровеносной системы. Сделать выводы о том, а можно ли вообще туда пускать человека. Собаки успешно полетели. Собаки успешно приземлились. Кому интересно, на Википедии статья, что там была одна небольшая шероховатость во всем полете. Там у одной из собак безумно скакануло сердечный пульс. Прямо скаканул очень сильно. Но считается, что это просто, ну, что-то случилось. Ну, знаете, бывает, что ты о чем-то подумаешь или испугаешься, пульс попрет. Вот, типа, там, может, они как-то, не знаю, поссорились в полете. Что-то такое. То есть там как бы нет прямого даже объяснения, почему он скаканул. Но это считалось некритичным. И вот решили запустить человека в космос. Юрий Алексеевич Гагарин. По поводу Гагарина, это, понятное дело, супердата ЕГЭ. Это 1961 год. Это надо дату знать вообще даже без вопросов. Если мы говорим про личность Гагарина, ну, во-первых, выучился он на летчика в Оренбурге, в котором я сижу прямо сейчас. Лайк за Оренбург, чат жду отдельно. Во-вторых, есть вот миллиард всяких конспирологических теорий. А почему именно Гагарин? А почему именно он? Были другие великие летчики? Были. Ну, по сути, на самом деле, я открою для вас невероятную тайну. Но под роль первого космонавта гипотетически подходил любой профессиональный летчик-истребитель. Любой. Ну, потому что физиология уже приспособлена под перегруз давления. Есть понимание. Но выбрали именно Гагарина. Почему выбрали теории масса? Самая такая распиаренная. Потому что он не просто был великолепным физиологическим пилотом. А таких великолепных было много. Но еще и уже думали о вопросе прессы, вопросе медийности. Что он такой симпатичненький, харизматичный, обаятельный. А это тоже, может быть, фактор. Потому что его же потом катали по всему миру. Он там с дип-миссией по всему миру катался, всем показывался. Ему там подарки дарили шикарные и так далее, и так далее. Гагарин полетел в космос. Он провел на орбите Земли чуть более 100 часов. Успешно приземлился. Все. На ЕГЭ каких-то глубинных моментов, вот прям глубинных. Там, откуда был полет. Байконур, понятное дело. Там, о чем они говорили в перелете. Это на ЕГЭ не спрашивается. Там, его звание. Там, в каком звании улетел, в каком звании приземлился. Это все сразу, говорят, такие материи очень вторичные. На ЕГЭ нужна дата, фамилия, откуда был совершен полет. Ну и, может быть, еще название космического корабля. Но это прям совсем тонкость. Это кому-то не повезет, что-то спросятся на ЕГЭ. А что дальше? А дальше, на самом деле, после Гагарина мы имеем на ЕГЭ только три вопроса. Только три. И один четвертый из, так сказать, уже новой школы и современности. Эти три вопроса очень простые. Первое. Это первая женщина-космонавт. Валентина Терешкова. И непростая максимально женщина. Жива по сей день. В Государственной Думе заседает. И фитьха. Именно она предложила обнулить сроки Путину. Я сейчас не иронизирую и не шучу. Можете найти ее выступление. Она есть в интернете. Интернет все помнит. Именно Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления сроков Путина. И ее все поддержали. Думайте, че, думайте. Третья фамилия. Это первый человек в открытом космосе. То есть не сидел, да, в корабле, а вышел прям в космическое пространство. Прям в вакуум. Прям вот туда. Это фамилия Леонов. Леонов спрашивается тоже на ЕГЭ очень часто. И в Артасовском сборнике 30 вариантов есть даже картинка, связанная с ним. Поэтому, пожалуйста, помните. Вы спросите, а какие дальнейшие вопросы? А дальше у нас идет станция МИР. Ну, станция МИР спрашивается, знаете, так. Поскольку, поскольку, как данность она есть. И вы должны просто ее знать. Она упоминается, как космическая станция Советского Союза. Все. И, наверное, последний вопрос формата ЕГЭ сейчас из космической программы. То, что вы должны знать, что сейчас самый такой большой дига-проект космодром Восточный, который находится на территории Современной Российской Федерации. Потому что проблема в том, что Байконур находится на территории Казахстана. Хотя мы сейчас как бы его арендуем. Он типа наш. Но нужен прям, чтобы был совсем наш. На территории нашей страны. Поэтому построен космодром Восточный. На ЕГЭ, понятное дело, никакие там коррупционные скандалы, проблемы запуска. Отсрочки постройки не спрашиваются. Он просто есть. И он типа самый крутой. Все. На ЕГЭ больше узнать никому и не надо. Здесь, в этом видеоролике, я вам рассказал прям базу космической программы. Вот прям имена формата ЕГЭ. Факты формата ЕГЭ. В сухом остатке то, что прямо нужно знать. Теперь мое авторское мнение по поводу космической программы и ее реальной пользы. Ну, скажу прямо. Если ты хочешь затроллить своего учителя по истории, или по обществознанию, или вообще затроллить кого-либо, то ты можешь, конечно, на серьезных щах поднять очень неприятный вопрос. А насколько это все реально практически полезно? И тут сразу говорю, бомбанет. Прям бомбанет, может быть даже полыхнет, может быть даже загорится. Потому что есть очень такая серьезная группа ученых, экономистов, историков. Я отношусь к ним, которые считают, что фундаментально говоря, вот прям фундаментально, в сухом остатке, на данный момент нашего времени, космическая программа практическую пользу имеет весьма мизерную. Ну да, мы узнали свойства вакуума. Ну да, мы узнали там про эти звезды Альфа, Центавра, про тысячи других галактик. Да, мы узнали там, да, про особенности невесомости. Вопрос, как это влияет на нашу повседневную жизнь? Вот как знание о том, что галактик, например, не 200, а 200 тысяч, влияет на проблему голода, на проблему социального расслоения общества, на проблему терроризма? Как влияет сам факт полета Гагарина на то, что тысячи колхозников в Советском Союзе жили в бедности, не в щите? И я, вы можете меня закидать дизлайками прямо сейчас, уверен в том, что, конечно же, полет Гагарина в космос, это было в большей степени идеологическое достижение. Демонстрация научного прогресса, демонстрация развития, демонстрация вот этой гонки по сравнению в США. Я сразу оговорюсь, вообще идеологические демонстрации в мировой истории – это норма. Сады Семирамиды, пирамиды Хеопса, всякие великие крепостные стены. То есть, конечно же, вот этой демонстрации превосходства балуются все в разные эпохи, в разные времена и в разной степени безумия. Поэтому я считаю, что в сухом остатке это все вопрос идеологии. Это вопрос презентации особенностей развития государства. Является ли это плохим или хорошим элементом? Я сразу скажу, я не буду отвечать на этот вопрос. Потому что вопрос, а нужны ли идеологические победы государству, это вопрос идеологов, пропагандистов, политологов. Понятное дело, что государству нужна национальная гордость. Это вообще нельзя отрицать. Каждая страна хочет иметь какие-то примеры национальной гордости. Для этого существуют Олимпийские игры, тоже история весьма относительно полезная. Для этого существуют какие-то такие гигапроекты, для этого существует Нобелевская премия. Это все предметы национальной гордости. И полет Гагарина в космос – это такой же элемент национальной гордости, где практический вопрос имеет второстепенное значение. Тут можешь высказать в комментариях свое мнение. И что ты вообще думаешь, стоил ли полет Гагарина своих денег, своих усилий? А это, понятное дело, были безумнейшие экономические затраты, безумнейшие. Это были вложенные силы, ресурсы, которые, может быть, дипотетически, можно было бы перебросить бы на другие более значимые проекты Советского Союза в тот момент времени. Но это мы оставим на суд профессиональных историков. Пиши свое мнение в комментариях, не забывай про лайки. И всего тебе хорошего. Не забывай, космическая программа есть на ЕГЭ по истории.